Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей о событиях понедельника 24 сентября. Вам расскажут мои коллеги и я, Инга Кабешия. В Сочи и Китай свяжут прямые авиарейсы. Обсудить детали на курорт прибыла делегация из Харбина. 265 тысяч человек и 300 тонн мусора. В Сочи прошел общегородской субботник. Более 100 спортсменов сражались за медали первенства города под Хэквондо ГТФ. В таком масштабе турнир в Сочи провели впервые. Сегодня в Сочи побывала китайская делегация из города Харбин во главе с мэром Сунь Чжэ. На встрече с главой Сочи Анатолием Пахомовым прозвучали предложения по усилению контактов между двумя городами. Это не первый визит китайской делегации в наш город. Глава Сочи Анатолий Пахомов показывает цветущую улицу Новогинского, рассказал о том, что и сочинская делегация приезжала в Китай. В результате несколько групп из Поднебесной уже отдохнули в курортном Сочи. Туристов может быть еще больше, если будут открыты прямые авиарейсы. Это предложение было озвучено уже мэром Сунь Чжи в городской администрации. Мы поддерживаем хорошие отношения со многими российскими городами. Открыли прямые рейсы во Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург и в дальнейшем планируем открыть рейс в Сочи. Туристам будет удобно, если они в 8 часов будут лететь до Сочи. Это будет удобно. Если это будут пересадки через Санкт-Петербург, через Москву, через Казань, уже не будет туристических потоков. Поэтому задача это открыть прямой рейс. Говорили не только о туристах, но и о молодежи. Анатолий Пахомов предложил наладить обмен студентами. Гости в ответ пригласили сочинских врачей на мастер-класс по традиционной китайской медицине. Они также высказались о товарообмене. Но, к сожалению, в нашем городе продукты не производятся. Мы туристический город. У нас производится чай. Самый-самый северный чай в мире. Мы вам его обязательно подарим. И вы попробуете. Если чай понравится, то мы будем его поставлять вам. Китайская делегация предложила Сочи участвовать в следующем году в конференции городов-попротимов в рамках международного китайского фестиваля «Льда и снега». К слову, Харбин – попротим Краснодара, где гости Поднебесной побывали накануне. А сегодня они отправились на экскурсию в Красную Поляну. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Четверть века на мировой инвестиционной арене. Краснодарский край подводит итоги 25-летней истории зарубежного капитала в экономике региона. За это время бизнес претерпел массу финансовых потрясений, этой кризисы и санкции. Но это даже больше подогрело интерес зарубежных инвесторов Кубани. Чем так привлекателен наш край для иностранного бизнеса и какие проекты собираются реализовать в будущем, расскажут наши краснодарские коллеги. Такой концентрации иностранных делегаций на один квадратный метр Краснодар не видел давно. Бизнесмены собрались, чтобы обсудить с краевыми властями планы развития и подвести итог последних 25 лет. Именно четверть века назад в экономике региона появился первый зарубежный вклад. Компания «Филипп Морис Кубань» развернула производство в нашем крае. Это стало одним из самых удачных примеров практики прямых инвестиций в региональную экономику страны. Сегодня это ответственный работодатель и налогоплательщик Краснодарского края. Только за прошлый год в бюджеты всех уровней и в небюджетные фонды страны поступило больше 46 миллиардов рублей компании с мировым именем. Как 25 лет назад, так и на протяжении всего этого пути мы всегда ощущали очень конструктивное, очень открытое отношение краевой администрации, городской администрации к инвесторам. Возможность решать все самые сложные вопросы, находить по ним взаимопонимание, создавать то, что, наверное, любому инвестору важнее всего. Это предсказуемость политики, какой-то горизонт, который можно закладывать в бизнес-планы и планировать исходить от своего развития. И у компании много коллег здесь, на Кубани. В регионе развернулось производство фирм с мировым именем. Данон, Кнауф, Клаас, Бандюэль, Нестле. Они получили прописку в районах Краснодарского края. Но для дальнейшего развития нужно и самим делать шаги навстречу. Так наша делегация в мае этого года посетила Германию. В Берлине презентовали инвестиционный портфель. В нем больше 500 проектов в туристическом кластере, промышленности, сельском хозяйстве и инновационных технологиях. Это стало еще одной вехой развития деловых отношений между странами. Взаимные визиты только укрепляют экономику друг друга. С этими целями на Кубань едут со всего мира. Это и Армения, Швеция, Великобритания, Япония, Дания, Сербия, Чили, Китай, США, Чехия. И эта неделя для края выдалась по-настоящему урожайной на встрече с зарубежными инвесторами. Сразу две иностранные делегации побывали в Краснодаре. Вьетнамцы и финны планируют обмениваться опытом с нашими бизнесменами, открывать производство легкой промышленности. Сама атмосфера к этому располагает. Я учился в Москве, я учился на Иудефак, Московского государственного университета, МГУ. Так что я сюда вернусь как домой. Я сюда приезжаю в первый раз. Я уже по городу погуляю и знаю, что ваш город очень красивый. Все больше партнеров Кубань привлекает благодаря экономическому форуму в Сочи, где как на ладони самые лакомые предложения для зарубежного бизнеса. Если в 2002 году мы подготовили около 70 проектов, то в 2018 их уже сотни. В Олимпийскую столицу в поисках выгодных сделок приехали представители 63 стран. Наш край заключил 212 соглашений на 242 миллиарда рублей. И Сочи вновь будет в центре внимания всего мира. Вениамин Кондратьев обсудил с представителями Ассоциации европейского бизнеса и международной выставочной компании проведение фестиваля в сфере автомобильной промышленности. Он может пройти в июле следующего года именно в Олимпийской столице России. Для нас очень интересно узнать поподробнее, какие ваши цели и задачи. И, конечно, обсудить наши взаимные здесь и интересы, и, естественно, максимально помочь вам реализовать данный фестиваль. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, мы готовы оказать максимальное содействие и бизнесу, и потенциальным инвесторам нашего края, для того, чтобы событийные мероприятия в случае подобного мирового уровня проходили. Это источник движения и роста экономики, как нашего региона, так и, конечно, стран. По итогам прошлого года Сочи принял около 7 миллионов туристов. Поэтому ваше мероприятие, ваш фестиваль позволит туристам совместить отдых на море с познавательным туризмом. Подобный фестиваль может быть знаковым не только для июля, но и для всего лета, вроде Сочи. Мы пришли к выводу, что лучшей площадкой для проведения автомобильного фестиваля будет в Сочи. И мы хотим создать концепцию, которая будет работать из года в год. Я уверен, что у края есть огромный потенциал, и он может стать визитной карточкой всей России. Именно такие масштабные проекты делают привлекательным наш регион для зарубежного бизнеса. Это своего рода реклама инфраструктуры и возможности региона. Вениамин Кондратьев уверен, у инвестиционного будущего Кубани грандиозные перспективы. И тот, кто придет в наш край, станет не просто партнером, а другом. Это уже подтвердило время. За 25 лет зарубежный бизнес, несмотря на финансовые катаклизмы, остался на кубанской земле. Я, коллеги, вам благодарен за смелость и за риск, уважаемые наши иностранные партнеры. За то, что невзирая на пленную неопределенность и многое-многое другое, о чем рассказывают там, в средствах массовой информации, в ваших странах. Вы рискнули зайти со своими собственными инвестициями в Краснодарский край, в Россию. Зашли, я уверен, не проиграли. Каждый субъект Российской Федерации старается максимально модернизировать различные отрасли экономики, максимально привлекать инвесторов для того, чтобы зайти на те полки, которые сегодня от импорта высвобождаются. И мы, конечно, тоже стараемся. Но и вы, которые сегодня уже являетесь производителями, российскими производителями с иностранными брендами, только тоже выигрываете, потому что сегодня вы являетесь нашими кубанскими производителями. У вас прямая отлетая дорога на российский рынок. Время доказало и подтвердило и оправдало вашу смелость и риски. Я еще раз хочу вам сказать слова огромной благодарности за то, что в свое время на пленном историческом пути развития ваших компаний вы приняли решение инвестировать в Россию, инвестировать в Краснодарском крае. Иностранному бизнесу создали тепличные условия на Кубани. По данным специалистов, наш регион вошел в десятку лидеров в России по состоянию инвестиционного климата. Здесь для заграничных партнеров есть и налоговые преференции, и льготы, и субсидии. От этого и внушительные результаты. Сейчас на территории края реализовано больше 50 инвестиционных проектов в самых различных отраслях на общую сумму в 18 миллиардов долларов США. Это все налоговые отчисления в бюджет и новые рабочие места. А еще надежный фундамент завтрашней экономики Кубани. Инна Чайко, Денис Москаленко и Алексей Комаров. Кубань, 24. Краснодар. Генеральная уборка перед приемом гостей со всего мира. В Сочи в минувшие выходные прошел общегородской субботник. Субботним утром сельскую тишину на окраине Варановки нарушил не только собачий лай, но и шум спецтехники. В рамках субботника районные власти решили помочь приюту для бездомных животных. Заведение это среди четвероногих популярное. С начала года хозяев себе здесь нашли 60 хвостатых постояльцев. Часть собак сюда приводят волонтеры, еще часть попросту подбрасывают жители города. Волонтерам приюта без помощи властей обойтись сложно. С их помощью нам выровняли дорогу, которая у нас постоянно размывается дождями. Расчищают сейчас площадку для постановки новых вольеров, потому что собак очень много, не хватает мест. На заросшем дикой ежевикой участке появится 50 новых вольеров, но это в перспективе. Пока же землю надо расчистить, разровнять, вывести мусор и обрезь. Мы сюда загнали специальную технику, которая им подготовит, распланирует земельный участок. В последующем мы его отсыпем щебнем и установим соответствующие будки для собак. Все работы производятся силами общественности, неравнодушных жителей, которым нравятся животные. Жители Барановки тоже здесь активно принимают участие. В целом на улицы города в субботу вышли почти 265 тысяч человек. Это сотрудники районных и городской администрации, работники муниципальных предприятий и просто местные жители, неравнодушные к облику родного курорта. В центральном районе, например, необычно многолюдно было на лестнице, ведущей к мемориалу. Там трудились специалисты районной администрации. Территорию мы взяли для себя. Это лесной массив около железнодорожного вокзала Сочи, где мы убираем листву, банки, мусор, всякого рода. На, казалось бы, небольшом участке земли собрано несколько десятков мешков мусора. Чаще всего это отходы, оставленные человеком – бутылки, обертки, пакеты. В целом во всех районах Сочи было отправлено по назначению, то есть на свалку, 300 тонн мусора. Задействовано почти 100 единиц техники. Снесены полсотни аварийных деревьев, на которые жаловались местные жители. Очистили придомовые территории. Здесь свою лепту в субботник внесли сотрудники управляющих компаний и ТСЖ города. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи объявлено штормовое предупреждение на курорте. Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Кроме того, есть опасность формирования смерчей над морем. По требованию главы города все оперативные службы Сочи приведены в состояние повышенной готовности. Продолжаем. Туриста сочинца пришлось накануне эвакуировать с озера Кардывач. Дежурный погранзаставы сообщил спасателям МЧС, что на тропе в районе озера неподалеку от пограничного поста на реке Азмич мужчине стало плохо и самостоятельно продолжить путь он не может. Мужчина не чувствовал обе руки от плеча до кистей. Также у него было сильное головокружение, слабость и тошнота. Спасатели решили срочно эвакуировать туриста на вертолете. 42-летнего сочинца перенесли на носилках к воздушному судну и оказали доврачебную помощь. На базе отряда в Сочи пострадавшего сразу же передали бригаде скорой помощи. К слову, группа, в составе которой шел сочинец, в МЧС свой поход не регистрировала. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 25 сентября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем 25-27 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. В Сочи в ближайшее время начнется кронирование деревьев. Этот вопрос один из главных в осенний период. Об этом и других задачах сегодня шла речь на заседании территориальной депутатской группы Центрального района. Продолжит Татьяна Говоркова. Заседание территориальной депутатской группы Центрального района проходит как минимум раз в месяц. Рассматривают здесь вопросы, которые поднимались в избирательных округах во время приемов граждан. В основе обращений – ремонт дорог, благоустройство территории, освещение, организация праздников, поддержка ветеранов, а также обустройство спортивных и детских площадок. Одна из последних была обновлена на улице Пирогова. Срок службы их небольшой, и потому приходится довольно часто либо ремонтировать, что многие депутаты делают за свои деньги, личные, ремонт площадок. Постановка новых площадок, да, выделяется у депутатов, есть определенный фонд бюджетный, который он может потратить. Но большинство из него, 90% идет на детей, это школы, детские сады, площадки. Какую-то часть мы тратим на дороги, подъезды, ямочный ремонт. В этом году депутаты оказали весомую поддержку 23-му лицею. Здесь отремонтировали цокольный этаж, обновили систему видеонаблюдения, закупили кондиционеры, парты. А в честь 55-летнего юбилея образовательного учреждения депутаты подарили директору сертификаты на приобретение оргтехники. Это позволило лицею качественно провести государственные экзамены. Депутаты нам оказывают всегда помощь. Нам повезло с депутатами. Если говорить конкретно о Геннадии Николаевича Клазырине, то это наш друг, скажем, много лет. В 2005 году в школе был сделан ремонт, первый ремонт. Наша школа была отремонтирована. И вот уже на протяжении 8 лет каждый год Геннадий Николаевич выделяет средства, и мы это обновляем. Фактически мы за эти годы уже сделали еще один ремонт благодаря Геннадии Николаевичу. Следующую масштабную помощь лицею депутаты городского собрания Сочи окажут в строительстве пристройки, поскольку школа рассчитана на 700 человек, а в ней сейчас обучаются полторы тысячи. Детскому саду по соседству депутаты уже помогли. Здесь отремонтировали спальный корпус в младшей группе, заменили покрытие на игровых площадках и экранировали деревья. Депутатские деньги – это, наверное, на сегодняшний день основная масса средств, с помощью которой мы можем произвести какие-то именно дорогостоящие работы в детском саду, то есть по благоустройству территории, по ремонту здания и территории. Это всегда очень дорогостоящие работы, и поэтому, конечно же, нам хотелось бы в дальнейшем продолжать это сотрудничество. Кронирование дорогостоящее и особо актуальное для осени работа. На эти цели, а также на спил аварийных деревьев депутаты потратят порядка 800 тысяч рублей. Работы начнутся в ближайшее время. В целом же по Центральному району депутатской группой городского собрания Сочи уже выполнено 70% наказов избирателей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Александр Буйнов, Катя Лель, Евгений Кемеровский выступили на закрытии фестиваля «Бархатный сезон в Жемчужине» и пообещали поддерживать его ежегодно. Три концертных дня проходили в Летнем театре парка имени Фрунзы. Пустых мест в зале не было. Звездный состав участников фестиваля в честь 45-летия «Жемчужины». Так что юбилей получился с размахом. В любви к «Жемчужине» признавали все артисты, выходя на сцену, вспоминали свою историю, связанную с гостиницей и нам в интервью. Только что позвонил леди Шукшиной и рассказываю, что мы опять в том же месте, где когда-то случились наши счастливые сочетания, и как мы жили вместе, как мы отдыхали. Просто возвращается, как ни странно, юность здесь моя. Еще не было красоты такой, не было набережной. Ну, естественно, все вот старый Сочи, 70-й год. И «Жемчужина» на горе выделялась просто своей красотой, своим светом, стеклом. И мы, сколько себя помню, веселые ребята, вместе с Пугачевой, когда она сработала в ансамбле, поселялись всегда в «Жемчужине». Редкий гость, приезжая в Сочи, не останавливался в этой гостинице, которая была построена еще в 73-м году. И в советские времена считалась вторым послемосковской гостиницей России. В 2018-м гранд-отель «Жемчужина» встретил трехмиллионного посетителя. Есть и такие отдыхающие, которые сохранили карточку гостя с 77-го года. Люди хранят ее как драгоценную реликвию. Ну, а благодаря фестивалю «Жемчужина» приобрела еще больше друзей. И действительно, все, что проходит в «Жемчужине» впервые, становится доброй традицией. И этот фестиваль мы будем делать ежегодным. Каждый год бархатный сезон будет начинаться с «Жемчужины». Спасибо вам огромное! «Жемчужина» сказала спасибо гостям фестиваля за три счастливых дня, которым готовилось целый год, а пролетели они молниеносно. Бархатный сезон в «Жемчужине» завершился, но он не завершился в курортном Сочи. Даже в вечернее время по-настоящему летняя погода. А значит, гостей в гранд-отеле «Жемчужины» будет, как всегда, очень много. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Санаторий знаний отмечает 45-летие. Круглую дату отметили в День туризма. Это традиционный для оздравницы праздник, куда приглашают партнеров, отмечают их вклад в успешно проведенный пляжный сезон и подводят его итоги. Расскажет Ольга Десятого. 45 лет санаторию знаний и День туризма. На традиционном ужине, куда ежегодно в начале осени приглашают партнеров-здравницы, отметили сразу два праздника. В числе гостей – туроператоры, турагенты, поставщики товаров и услуг для санаторно-курортной сферы. Все те, кто в высокий сезон помогает знанию принимать гостей и делает их отдых комфортным. Гостей окунули в длинную и успешную 45-летнюю историю санатория знания. От идей строительства здравницы до сегодняшних дней. А еще партнерско-деловой ужин – отличная возможность подвести итоги очередного успешного высокого сезона. Этот год юбилейный стал для нас еще и рекордным. То есть все месяцы в этом году мы показывали рекордные результаты, которые не достигали в прежние годы. Это большое количество гостей, это рекордные финансовые показатели, это рекордные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Очень красивая цифра получилась в августе. Объем оказанных услуг за один месяц превысил сумму 100 миллионов рублей. Партнерам, с которыми знания связывают годы успешного сотрудничества, вручили символ санатория – сову с индивидуальной гравировкой. Ну а сотрудники здравницы получили дипломы от главы города Сочи за плодотворный труд на благо курорта. Еще одна традиция, которой санаторий не изменяет уже много лет – это поддержка молодых специалистов. Двум студентам Сочинского госуниверситета вручили персональные стипендии в размере 60 тысяч рублей каждому. Как говорят в санатории, это вклад в будущее туризма. Ну а санаторий знания в это будущее смотрит с оптимизмом. У нас был потрясающий сезон, у нас очень много было возвратных гостей. Это высокие показатели именно сервисной нашей составляющей и то, что мы все-таки делаем качественный продукт. С каждым годом у нас все лучше показатели по загрузке и по средней стоимости продажи путевки. С 2012 года знания санаторий с круглогодичной загрузкой. Лето закончилось, а гости продолжают пребывать на побережье. Теперь в здравнице и лето, и зима – это высокий сезон. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 300 вольников со всей России встретились на коврах спорткомплекса Александра Карелина. Там стартовал пятый всероссийский турнир по вольной борьбе на призы президента Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубена Татулян. Москва, Питер, Осетия, Дагестан, Якутия, Калмыкия, Чечня, Краснодарский край. С каждым годом расширяется не только география участников турнира, но и их количество. На этот раз более 300 спортсменов приехали в Сочи, чтобы побороться за звание сильнейшего вольника страны в своей возрастной группе. Поддержать молодых борцов приехали их кумиры – олимпийские чемпионы разных лет. «Очень хороший пример. Молодец Рубен Альбертович. Это очень здорово. Я думаю, что не везде могут организовать такие турниры, чтобы вот таких много детей участвовали. Это наше будущее. Это завтрашние олимпийские победители. Современная борьба, юношеская борьба. Это и есть фундамент нашего вида спорта». «Этот зал, в котором проходят соревнования, это на самом деле родной для нас зал, потому что очень много пота пролили мы в этом зале. Мы как одна большая дружная семья, и поэтому не могли пропустить этот турнир стороной. Тем более видим сейчас, что каждым годом больше и больше ребят приезжает сюда на турнир. И очень радостно становится и приятно, что в этом крае, в Краснодарском крае, этот вид спорта становится более популярным». Задача турниров на призы Рубена Татуляна – популяризация борьбы. И сегодня Сочинская федерация насчитывает полторы тысячи воспитанников. А за пять лет соревнования, которые традиционно проходят в спорткомплексе имени Александра Карелина, дали весомые результаты. Более 50 сочинских спортсменов стали членами сборной Краснодарского края, 20 – в сборной ЮФО. «Очень отрадно и приятно, что столько ребят, и олимпийские победители, и чемпионы мира, и чемпионы СССР, и бывшие, и действующие спортсмены приехали именно награждать, посмотреть на ребят. Это сплоченность такая борьбы, которая от одного поколения передается к другому. Конечно, ребята это все видят, и только стимул появляется. Плюс к этому очень приятно, что все победители этого турнира получают, мастера спорта. Мы добились этого права для ребят». В следующем году турнир по вольной борьбе на призы президента Федерации спортивной борьбы Сочи Рубена Татуляна планирует собрать 800 участников. Ну а сочинским спортсменам за высокие спортивные достижения, помимо медалей, Федерация вручает именные премии и стипендии. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Более ста спортсменов в эти выходные в Сочи сражались за медали и кубки первенства города под Хэквондо ГТФ. В таком масштабе турнир по этому виду корейских единоборств на курорте провели впервые. За поединками наблюдала наша съемочная группа. В первенстве города под Хэквондо ГТФ приняли участие более ста спортсменов. Турнир открытый, поэтому помимо сочинских клубов за его призы приехали сражаться и тхэквондисты из Абхазии. Стартовало первенство с Хьонга. Это комплекс технических приемов. Судьи оценивают правильность их выполнения, ритм, концентрацию спортсмена, диаграмму его движений, уровень сложности показанных элементов. В Туле занял третье место. Неплохой результат, но можно лучше. Но ждем спаррингов и надеемся на бои больше. Ну а лучшим в этом виде программы стал Олег Пастухов. Кстати, он лучше не только в городе. Прекрасный результат тхэквондист показал и в Анапе на всероссийских юношеских играх боевых искусств, завоевав золото престижного турнира. В финале я встретился с спортсменом из Кабардино-Болгарии. Он был выше мне на голову. И я нашел подход. Я начал заходить в ближний бой и в итоге выиграл. Ну а турнир в Сочи продолжился спаррингами. Надо отметить, что федерация тхэквондо ГТФ в Сочи достаточно молодая. И нынешнее первенство стало одним из самых крупных турниров, проводимых в городе. Организовать его помогла 17-я спортшкола. Главная задача сегодняшних соревнований – это выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды города Сочи. После того, как будет сформирована сборная команда города Сочи, естественно, это путевка как минимум на Краснодарский край. Поэтому на Дайянг, площадку для спарринга, каждый из спортсменов выходил максимально заряженным. Только на победу. Спортсмены отбираются самые лучшие, которые войдут в сборную и войдут потом в сборную края. И смогут выступать как в краевых соревнованиях, так и на России. Наши ребята поедут на край выступать. У них впереди еще первенство Европы в октябре месяце. Это в Армении будет проходить этот турнир. Соревнования прошли как в личном, так и командном зачетах. Лучшие получили заслуженные медали и кубки первенства города под Хэквондо ГТФ. А главная возможность проявить себя на соревнованиях более высокого уровня. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Все новости уже на нашем сайте. ФКТ. Ком смотрите нас также в социальных сетях. Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, Телеграм и в группе ФКТ ВКонтакте. В студии была Инга Габейша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok